А детки пойдут, она что скажет? Извини, я тебя предупреждала. Да он умеет готовить. Возможно, я буду готовить. Возможно. Невозможно, будешь, ты же готовишь. Верочка, как вам невеста? Ну, она очень симпатичная девочка, очень милая, очень хорошая. Я просто считаю, что, конечно, вообще, я бы осторожно говорила, что ты не умеешь делать. И что я никогда, я вообще эти слова не люблю. Лучше все уметь. Готовить просто я не люблю. Есть мужчины, которым нравятся такие, как Наталья. Если Наталья сегодня не пересмотрит, пересмотрит, может быть, это в связи с тем, что она рано стала самостоятельной в 17 лет и привыкла все решать. А почему самостоятельность? Но за себя пусть и решает, но не за мужчин. Мужчина этого не любит. Поэтому шансов, Наташа, у вас мало для того, чтобы рядом был с вами мужчина, который мужчина. Но вы создаете впечатление такое, что вами можно управлять. Почему такое впечатление создалось, что я какая-то властная, какая-то ни в коем случае. У Наташи на самом деле есть комплекс, которым часто страдают родители в отношении своих детей. Когда родители не хотят слышать правду, дети им врут. Вот Наташа страдает абсолютно таким же комплексом. Это восходящий Нептун, такая слепота, неумение видеть относительно мужчин, к сожалению. Она должна запомнить, если она не хочет от мужчины слышать реальную правду, хочет он жениться или что он хочет купить, как он хочет двигаться, она будет слышать вечную ложь и в конечном итоге оказываться в дураках просто. Почему так поняли? Нас не поняли. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василия.